Перед просмотром видео подпишитесь на канал, если видео понравится поставьте лайк, ну а я начинаю. Актриса Людмила Нильская была звездой советского кино и театра 80-х. С распадом Советского Союза для нее, как и для большинства актеров, наступил трудные времена и творческий кризис. Людмила Нильская родом из Владимирской области. Ее родители жили в небольшом городке Струнино. Там 13 мая 1957 года родилась и Людмила. Получив аттестат зрелости, юная провинциалка поехала покорять стадицию. Она блестяще сдала экзамены и была принята в школу студии МХАТ. Через год студентку отчислили. Сегодня причина отчисления кажется невероятной. Нильская получила неудовлетворительно на экзамене по истории КПСС. Пришлось Людмиле поступать в Чукинское училище, где она попала на курс Аллы Казанской. Одаренная студентка попала на заметку кинорежиссеру. Первая роль в кино и сразу главная была сыграна Нильской в возрасте 21 года. Это был 1978 год. Фильм назывался «Кузнечик». Дебют удался. После окончания училища Людмилу приняли в труппу театра имени Маяковска. Она также много снимается в кино. Самые известные фильмы этого периода – «Петровка 38», «Государственная граница» и другие. На дворе был 1982 год. Людмилу пригласили на картину «Никто не заменит тебя». На съемочной площадке знакомится с Борисом Щербаковым. Это была любовь с первого взгляда. Борис потерял голову настолько, чтобы готов был уйти из семьи, чтобы не расставаться со своей возлюбленной. Но все-таки разом возобладал. Сыну Щербакова было 5 лет. И он в конце концов все-таки выбрал семью. Людмила очень сильно переживала разрыв с Борисом. Впрочем, на горизонте уже появился новый горячий поклонник. Это был ее будущий муж Георгий Исаев. Молодой человек демонстрировал пылкую и нежную страсть. Нильская не устояла, хотя еще любила Щербакова. Возможно, что она согласилась выйти за Исаева, чтобы быстрее забыть ту боль, которая ее доставила в роман с Борисом Щербаковым. Нильская и Исаев расписались в 83-м году. Людмиле было 26 лет, а Георгию всего 21. Молодой муж Людмилы был простым водителем. Ему не могло не льстить, что его жена знаменитая актриса и признанная красавица. Молодожены мечтали о ребенке. Долгожданный мальчик Дима появился на свет в 91-м году. Казалось бы, жить и радоваться, но грянула эпоха перемен. Георгий лишился работ. В киноиндустрия в начале 90-х вступила в фазу затяжного кризиса. Людмилу перестали приглашать сниматься. Муж задумал переезд в США. Георгий считал, что там у него получится открыть свой бизнес. Людмила поддалась уговорам, продала московскую квартиру, и в 94-м году семья отправилась за океан в поисках лучшей доли. Заграничная жизнь на деле оказалась не такой уж радужной, как рисовалась в Москве. Георгий вложил все деньги, полученные за квартиру, в автомастерскую. Но бизнесмен из него оказался никудышный. Вскоре он разорился. Людмиле пришлось нелегко. Если в России она была известная актриса, то в Америке ей пришлось мыть полы, работать в магазине, ухаживать за пожилыми старушками. Все бы ничего, но Нильская заметила, что муж к ней охладел. Оказалось, что Георгий завел себе любовницу. Этого ему Людмила не смогла простить и подала на развод. Вскоре актриса решила вернуться с сыном в Россию. Жилья у нее здесь не было, но остались друзья. И они ее не бросили. Нашлась работа в театре, съемки на телевидении и так далее. Актриса фактически добилась второго признания. Ее новой блестящей работой после возвращения стала роль в телесериале. Она сыграла дочь Брежнева, Галину. Телесериал «Галина» имел огромный успех. За эту работу Людмила Нильская получила престижную кинопремию «Золотой орел». Вскоре сын Дмитрий женился и подарил ей внуков. Сегодня все свое свободное время Людмила тратит на воспитание своих внуков. И она счастлива. Скажите, уважаемые зрители, а какие роли Людмилы Нильской нравятся вам? Напишите свой ответ в комментариях.